Предновогодняя пора – это время исполнения желаний не только добропорядочных граждан, но и преступников. Играя на вере в волшебство, мошенники добывают медицинские данные рязанцев, звонят и обещают исцеление. Обманывают их, заявляют о том, что жить осталось этим людям совсем недолго, у них страшные какие-то заболевания, в ряде случаев это онкология, в ряде случаев какие-то другие заразные заболевания. И говорят, что необходима срочная операция, но в порядке исключения они могут им помочь альтернативными методами, то есть выделить какие-то дорогостоящие лекарства. Схема аферы проста. Мошенники объясняют клиенту, что, мол, только сегодня есть шанс получить лекарство со скидкой. Деньги предлагают перечислить на реквизиты в банке. Когда счет оплачен, вместо панацеи можно ждать только горькую пилюлю. Если телефонного звонка недостаточно, преступники идут на радикальные способы обмана. На различных семинарах, конференциях, круглых столах, на которые приглашают, как правило, пенсионеров, им дают либо попить чай, либо кофе, либо какие-то конфеты, после которых они говорят, Олег Николаевич, мы перестали осознавать значение всех действий, которые происходили вокруг нас, и предложение где-то поставить подпись для нас, ну просто это, ну, невинность какая. От рекламы в интернете до листовок в подъездах уловки окружают нас дома и на улице. В сладком обещании скрыта потенциальная угроза. Редкие крема и чудо-пилюли оказываются товарами из соседнего магазина, но со стопроцентной накруткой. Различные кремы, которые вам предлагают, если посмотреть в интернете, они стоят не более 7 тысяч рублей, а не 80 тысяч рублей. Ножи, которые предлагают за 20 тысяч, которые вечные, в коробочке, красивые, опять они не 24 тысячи рублей стоят, а 1200. Поэтому начинайте, уважаемые рязанцы, к Новому году беречь свои деньги и свои нервы. И если какие-то возникают вопросы, мы всегда готовы прийти к вам на помощь.